Тема, которую я предлагаю вашему вниманию, это смысл жизни. Я думаю это словосочетание вам известно, но я думаю оно таинственное достаточно, к сожалению. Слишком много тумана вокруг этого словосочетания или этого концепта смысл жизни. Почему так получилось? Потому что этот вопрос, вопрос о том, каков смысл жизни, это вопрос не только науки и даже не столько науки, сколько самый опыт философский и даже еще до возникновения философии, вопрос религий. Но меня будет интересовать именно научный подход, не естественно научный, а гуманитарный подход к этому вопросу. Поэтому я сконцентрирую ваше внимание на подходах, которые создали психология и социология. Но не какие-то узкие психологические и социологические дисциплины, а то, что можно назвать философией психологии и философией социологии. Что это значит? Что это за сочетание такое? Потому что я уже достаточно давно читаю научно-популярные лекции о гуманитарных науках и читаю комментарии под своими лекциями и лекциями других гуманитариев. И есть, знаете, какое-то пренебрежение у тех, кто слушает лекции по естественным наукам, гуманитарным наукам. Но это, конечно, пренебрежение профан, которые думают, что резко эти науки отличаются друг от друга. Все науки науками делает метод, который применяется. И прежде всего это анализ. Так вот, гуманитарные науки отличаются, естественно, натюрлих от естественно-научных не столько методом, сколько предметом своего исследования. А предмет этот – это вопросы о человеке. И вот этот вопрос, вопрос о смысле жизни – это вопрос о человеке. Традиционно такие общие ответы на разные вопросы о человеке дает философия или философская антропология. И вот Фридрих Ницше говорит, если есть зачем жить, то можно выдержать любое как. Ницше – мастер проблематизации. И вы видите, что здесь есть проблема уже содержится. Проблема, с которой сталкиваются, ну, наверное, подавляющее большинство людей, которые вышли из определенного возраста и вошли в возраст, когда возникает вопрос, как вообще жить. Так вот, Ницше говорит, эти трудности связаны с тем, что вы не ответили на вопрос «Зачем жить?». Я вот много занимаюсь с публикой логикой и сталкиваюсь с тем, что люди не различают смысла двух вопросов – «Почему» и «Зачем?». Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть гипотеза, о чем вопрос «Почему?». О каком предмете вопрос «Почему?». Не нужно. Как вас зовут? Ангелина, вечер сегодня не обещает быть томным. Сегодня не вечер самовыражений. Ангелина, о чем вопросы, начинающиеся с вопросительного слова «Почему?». О причине. О чем вопросы, начинающиеся с вопросительного слова «Зачем?». О цели. Да. То есть вопрос «Зачем жить?» – это вопрос о цели жизни. И это вопрос философский. Какова цель жизни? И он содержит в себе другой вопрос. О какой жизни, собственно говоря, идет речь? О жизни всего человеческого рода, или, может быть, даже шире. О жизни всех существ, о том, что греки называли «Зоя». То есть жизнь как таковая. Все формы жизни. Я думаю, кого-то, особенно в каком-то 10-11 классе, занимает этот вопрос. А зачем вообще вот эта вся халабуда? То ли она кем-то создана, то ли природа это создала. Вот вопрос о смысле жизни вообще. Есть такой вопрос. Но этот вопрос не корректен. Я думаю, с точки зрения науки. Это корректный вопрос в рамках религий. Вот религии, особенно мировые религии, ставят вопрос о смысле и цели жизни. Ну, например, иудо-христианская традиция. Разводит цель и смысл жизни. Пойдите руку, у кого есть гипотеза, кто, может быть, знает или знание, какова цель жизни согласно иудаизму, христианству и исламу. Ну, если ближе. Какая цель? Реализация замысла Божьего. Реализация замысла Божьего в отношении чего, кого? Для человека осознанно, для животных, как запрограммированы. То есть вы думаете, у животных тоже стоит? Коровы тоже думают о путях Господа к коровам? Так запрограммированы. То есть выполняется сухая программа, с точки зрения иудо-христианской концепции, выполняется сухая программа животных. А вот у человека уже появляется возможность терять рефлексию. Зачем? Куда? Вы сейчас отвечаете на какой вопрос? На вопрос... О цели или о смысле? О цели. О цели. Цель – это зачем? Да? Так вот, цель жизни, согласно иудо-христианской традиции, это страшный суд. Вы скорее говорили о смысле, и то об одной из интерпретаций смысла. Цель – это точка. Куда летит стрела времени? От этого слова «цель». Понимаете? Цель – это страшный суд, где произойдет раздача подарков и наказаний. Это не так, или это вам не нравится? Страшный суд не ожидает твари, которые не имеют права выбора. Как вас зовут? Цель. Сергей, сегодня у нас не вечер теологических споров. Речь идет о простой информации. О том, что цель – это конечная точка истории творения. Мы говорили про все. Еще раз. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Кто мы? Вы спрашивали про все. Сергей, смотрите. Я прошу всех понять. Речь идет о поднятии осознанности. Сергей говорит, мы говорили, но кроме меня и вас тут никто не говорил пока. И вы говорили об одном, а я говорил о другом. Что такое поднять осознанность? Это значит отдавать себе отчет о том, что происходит. Так вот, невозможно себе отдать отчет о том, что будет происходить на отдаленной перспективе. Поэтому это вопросы веры исключительно. Веры в тот текст, который там гласит о том, что будет такой конец, как страшный суд. Смысл истории в иудохристианской традиции – это спасение. Ну, вот один из изводов спасения, видимо, научное спасение, состоит в расшифровке кода там животных, человека и так далее. Но если обобщать смысл, согласно религиозной традиции, смысл жизни – спасение, а цель – страшный суд, где и будет выяснено, кто спасен, кто погиб. Но это подход альтернативный, и он предполагает веру. Сегодня не тот вечер, не теологический. Это нужно, эта информация нужна была для того, чтобы выдвинуть следующую гипотезу, моя гипотеза, что вопрос о цели или смысле жизни как таковой – это вопрос религиозный. Его пытаются ставить там паранаучные какие-нибудь биологи и так далее. Может быть, но это как бы не моя епархия. Это гипотезы такого какого-то гадательного порядка. Я здесь солидаризируюсь с Дугласом Адамсом, который написал книгу, может быть, вы ее читали, «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактикам». И вот вы видите, в книге есть ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого. То есть был изобретен суперкомпьютер, которому задан был этот вопрос. Каков же смысл жизни вот всей жизни? Правда, он должен был считать семь с половиной миллионов лет. Эти семь с половиной миллионов лет непрерывных вычислений прошли, и на этом компьютере был получен наконец ответ на вопрос «Каков смысл всей жизни, всего творения?» И сейчас вы увидите этот ответ. Вот. Вот этот ответ. Каков смысл жизни? 42. Говорит компьютер. Что это? Это фиаско, братан. Как говорится, да? Это очень точный ответ. Но знаете, здесь приходит приходит на ум анекдот. Шерлок Холмс и Ватсон летят на воздушном шаре. Они дезориентировались в пространстве, им нужно сориентироваться, у них есть один только шанс. Они видят, что они будут пролетать над горой, где стоит человек, и ему они смогут, успеют задать только один вопрос для того, чтобы сориентироваться. И вот Шерлок Холмс задает вопрос человеку на горе, когда пролетает мимо. «Где мы находимся?» И человек им говорит «Вы находитесь в корзине воздушного шара». Пролетев, опечалившись, Шерлок Холмс говорит Ватсону «Это был математик». Ватсон его спрашивает «Но как, Шерлок? Как вы узнали?» Такой точный и бесполезный ответ мог дать только математика. Над чем иронизирует автор этого анекдота? Над тем же, над чем и Дугу Садов анализирует. Точные ответы бесполезны. Применительно к объектам, которые постоянно движутся и меняются как человек, как общество, как человечество. И вот это какое-то досадное обстоятельство для тех, кто воодушевлен утопической идеей совместить полностью естественно-научное знание и гуманитарное. Потому что естественные науки – это точные науки, а гуманитарные науки – это строгие науки. Строгость и точность, как говорят в Одессе, две большие разницы. Точные науки дают точные ответы, как 42, например. А строгие науки опираются на логику. Вот в чем, собственно говоря, состоит научность. Создать непротиворечивые тексты. Но это будет интерпретация, всегда будет интерпретация. Но это хорошо. То есть нужно дать интерпретацию ответа на вопрос о смысле жизни. Но не любую интерпретацию. А та, которая подойдет тебе, тебе или группе. А что значит подойдет? То есть поможет жить. Позволит жить. А что это значит жить? Есть две формы жизни. Биологическая форма жизни. Вот там идут какие-то процессы, которые изучают физиологи, биологи и так далее. Это одна форма жизни человека. Есть вторая форма жизни. это то, что называется выживание. Есть другая форма жизни. Это жизнь его духа, если говорить архаическими терминами, или жизнь ментально-психическая. И она тоже требует обеспечения. Но если вот жизнь тела требует обеспечения материального, то ментально-духовная жизнь требует обеспечения какого? Смыслового. Нужны смыслы. Смыслы это то, чем питается вот эта система. Итак, даю операциональное определение смысла жизни. Во-первых, смысл жизни это не какой-то один смысл. Это как бы нужно снять вот этот первый слой. Это комплекс смыслов. то есть мотивов для деятельности. В этом смысле смысл это триггер. Поднимите пожалуйста руку, кто может сказать, что такое триггер. Может быть из каких-то других наук. Переключатель. Переключатель. Тот это такой переключатель, который переключает тебя с пассивного состояния в активное состояние. смысл мотивов для деятельности. Деятельность отличается от активности тем, что ты двигаешься в направлении какой-то цели. Вот эта цель часто бывает смыслом. То есть смысл это необходимый мотиватор. Вот в таком психологическом смысле слова, но эти мотиваторы это целый комплекс мотиваторов. Вот смотрите, вы пришли сегодня сюда. Было два варианта. Вы не пришли сегодня сюда и произошел переключение. Вы пришли сегодня сюда. Почему вы пришли сегодня сюда? Самый общий ответ, потому что был какой-то смысл сюда прийти. Как вас зовут? Станислав. Станислав. Вы отдаете себе отчет какой смысл привел вас сюда? Или вы не знаете этого? Знаете? Можете сказать? Или это тайна? Этот вопрос, который меня занимает практически все целое и все время. Я согласен с тем, что... Зачем вы пришли, Станислав? За пищей. За пищей. Вы голодны. Для ментального существования. вы ментально голодны? Всегда. И вы пришли, чтобы меня съесть? Нет. Чтобы съесть ту информацию, которую, возможно, я дам? Попытаться переварить. Вы пугаете. Я сомневаюсь. То есть, я говорю съесть, а вы как бы говорите, это уже дело сделанное. Теперь переварить нужно. Итак, на мой взгляд, Станислав что говорит? Смысл прихода сюда знания или информации. У кого другие смыслы? Скажите, кто пришел с другими смыслами каким-то? Какие еще смыслы привели вас? Или вы все ментально голодны? Меня интерес привел. Интерес к чему? К вашим лекциям. То есть, вы пришли на лектора? Да. Вот. Например. Например. Станислав, учитесь. Шутка. Вот. Вы пришли на информацию, а как вас зовут? Наталья. А Наталья пришла на источник информации. Но что это? Зачем вам этот источник информации? Я могу предположить, что вы слушали мои лекции и сталкивались с тем, что они вас на что-то мотивируют. Например. Слушайте их дальше. Это факт, раз вы пришли. То есть, речь идет о мотивационном ресурсе. А с чем он связан? Он связан со смыслами, которые транслируются. Есть информационные потоки, есть смысловые потоки. Информация в информационном обществе это мусор. Мусор, от которого нужно избавляться. Информация это очень дешевый товар. Например, бабушка Google знает все. если вы не все забанены в Google, вы набираете вопрос, каков смысл жизни, и вам там дают ответы. Но это информация. А нужны смыслы? А чем отличаются? Что вырабатывает смыслы? это соединение информации с вашим жизненным опытом. И вот вы слушаете кого-то, вы послушали меня, может быть, еще кого-то, и вдруг вы увидели, что подключилось. Вам не только это стало понятным, потому что вообще-то много понятных текстов, и стало не столько приятным или неприятным, сколько вы поймали себя на мысли, оле, в этом что-то есть. Что стоит вот за этим, в этом что-то есть. Это истина. Ну, относительная может быть какая-то. Но если это истина, это некий источник, который вдруг начинает генерировать жизненную энергию для действия. При этом у вас цель там связать хороший свитер, я говорю сейчас о том, о чем мне пишут слушатели моих лекций, я вяжу свитер, пишет мне слушательница, и слушаю вашу лекцию, и очень хорошо монтируется. потому что уже скучно вязать свитер, и здесь вдруг появляется какой-то смысл, и появляется жизненная энергия, а ее уже можно направить, вплоть до того, что направить на какую-то рутинную работу, поэтому люди там делают рутинную работу, и слушают музыку, допустим, таков источник получения смысла. Как же это устроено? Вот вопрос. Я утверждаю, что детям и футболистам не нужен смысл жизни, то есть, грубо говоря, не всем нужен смысл жизни. Поднимите руки футболисты, поднимите руки футболисты. Кто здесь футболисты? Вот, футболисты сюда не придут. Поднимите руки дети. И это счастье не для вас уже. Понимаете? Кто понимает эту лойку? У кого есть гипотеза, то есть, ответ на этот вопрос? Поднимите руку. Почему детям и футболистам не нужен смысл? Ну, кто согласен с этим утверждением, что им смысл не нужен? Как вас зовут? Кирилл. Кирилл. Почему? Мне кажется, что у них у всех есть цель, и они мотивированы этой целью футболистов. Это забить было условно, да, у детей. Возможно, разные, но, скорее всего, это какое-то развлечение поиграть. Скажите, когда дети играют, развлекаются, они руководствуются целью развлечься или процессом? Процессом. Процессом. Но вы отличаете цель и процессом? Что важнее при развлечении цель или процесс? Процесс. Потому что, если у вас есть цель развлечься, а, возможно, здесь есть эти несчастные люди, у которых есть цель развлечься. Почему несчастные? Если цель развлечься, значит, этого нет. Понимаете? Самые плохие новости для цели, что они достигнуты. Тогда это не цели. Если у вас есть цель узнать, значит, вы не знаете. Если у вас есть цель развлечься, значит, вы не развлечены. Если у вас цель есть быть счастливым, вы несчастливы. Понятно это? Если у вас есть цель выйти замуж, вы не замуж. И так далее. Футболистам и детям не до целей. Вот мой ответ на этот вопрос. Пока человека несет и увлекает его веселое или занятое тело, он не задумывается о смысле жизни. Ну, те, кто занимаются йогой, например, знают, да, что, если ты все правильно делаешь, выполняя асану, как бы там вообще мысли не нужны. Там как бы вся ментальная энергия распределена на работу с телом, дыханием мы и так далее. То есть в этот момент о смысле жизни думать не нужно и даже вредно. Точно так же, как детям не до смысла жизни, потому что есть жизнь. Понимаете? Жизнь бьет ключом. Дети, что общего между детьми и футболистами? Скажите одним словом. Что? Игра. Игра. Понимаете, тем, кто в игре, не нужен смысл жизни. Почему? Ну, я в данном случае подтверждаю эту свою гипотезу, пытаюсь ее подтвердить. Смысл жизни это триггер на мотивацию. Тот, кто в игре особенно увлечен, все уже есть. То есть вопрос о смысле жизни, это вопрос об источниках мотивации для деятельности. Но тот, кто уже в игре, там уже все есть. то есть, грубо говоря, когда у вас много энергии, смысл жизни не нужен. Когда же он нужен? Ну, то, что нам говорит психология. Да, когда человек задумывается о смысле жизни. Пожалуйста, поднимите руку, у кого есть гипотеза. Когда человек задумывается о смысле жизни. В принципе, уже достаточно прозрачно. Да, в базовых темности удовлетворены и управляются в ободнодельно. А, то есть на досуге он задумывается о смысле жизни. Это ответ теоретиков, философов. Мне кажется, что если человек живет где-то в Африке, где у него смысл только пойти в еду себе на этот день и выжить, он не думает о смысле жизни. Скажите, а еда может быть смыслом жизни или нет? Я не могу. В России, да. Как вас зовут? Как вас зовут? София. София, у меня для вас плохие новости. Вы это чувствовали, затягивая с именем ведьм. Вы противоречите сами себе. Видите? Видите противоречие или нет? Да. Вы говорите, в Африке там нужно есть. Какой смысл жизни? А может ли еда быть смыслом жизни? Да, может. Еда может быть смыслом жизни. Биологической жизни, да. А для гурмана, например, не только биологической жизни. Правда, это уже не еда. Это уже блюда, кушни и так далее. Вот смысл жизни гурмана. Знать, как это делается, да, и получать удовольствие от, не от еды, видимо, а от чего? От процесса чего? Поглощение еды, прибавление еды. Я думаю, нет, когда уже поглощается, уже как бы... Оформление, а потом поглощение? Я думаю, от процесса трапезы как таковой, да, и здесь важно все, и оформление, и так далее. Поэтому, опять же, я здесь лью воду на свою мельницу. Смысл жизни, это комплекс смыслов. Если у вас нет еды, у вас автоматически появляется такой смысл жизни, как еда. если у вас нет там, я не знаю, чего, интереса, то вы вырабатываете интерес на коленке, буквально, например, интерес гурмана к еде. Обращаю ваше внимание на разницу потребности и интереса. Потребности в еде есть у всех, интерес к еде есть не у всех. Вот у меня, например, нет интереса к еде. Я ем, но не интересуюсь ею. А у гурмана есть интерес интерес к еде. Но почему он появляется? Интерес к маркам, к еде, к математике и еще к чему-то. Когда человек задумывается о смысле жизни? Мне кажется, когда он понимает, что он смерть. Частный случай, когда он понимает, что он смерть. Ну вот, что гласит психологический сайт. Поиском смысла жизни чаще всего увлечены люди с депрессивным фоном и люди с романтическими настроениями. Какил Санта. И вы? Вы же пришли на смысл жизни. Правда, София говорит, это еще один из вариантов, от избытка. Например, можно интересоваться смыслом жизни от избытка. Но это, София, не своим смыслом жизни, а вообще смыслом жизни других людей. Но если стоит этот вопрос жизненно, ну тут что-то есть. Это либо с романтическими настроениями человек, либо в депрессивном состоянии. Что общего между романтиком и депрессивным? Что общего? Максимализм нужна. Они не в реальность. А? Они не в реальность. Им нужна реальность, которой у них нет. Потому что романтик это тот, у кого есть два мира. Тот, в котором он живет, и тот, который должен быть. У депрессивного есть, конечно, мир, только в котором он живет, но он им недоволен. То есть романтик, конечно, более перспективен. Он хотя бы знает, куда нужно ископировать из этого мира. А депрессивный застрял в этом мире. Но и у того, и у другого возникает потребность. Потребность какая? Ну вот, потребность мотивации жить. Вот говорят, жить дальше. Не дальше жить, а просто жить. Потому что часто некоторые формы жизни, например, жить, протекающие в депрессии, переживается не как жизнь, а как ее противоположность. А какая противоположность на жизнь? Я думаю, не смерть, это ложно. Смерти никакой нету для вас. Вашей смерти. Где она? Когда вы есть, ее еще нету. Когда вас нет, то есть когда она есть, вас уже нету. Смерть – это какая-то ложная альтернатива жизни конкретного индивида. Я думаю, антоним на жизнь – это скука, депрессия и так далее. То есть, то, что называется жизнью и то, что называется прозябанием. Вот, когда есть угроза прозябания или уже само прозябание, так называемое, вот тогда возникает вопрос о смысле жизни, то есть, о некоем источнике, не физическом, а если хотите, ментально-информационном источнике, который бы позволил сбросить эту корку и начать жить в каком-то другом направлении. Следующий, пожалуйста. Ну, давайте посмотрим вот это эпизод из фильма. Я думала, может, ты не хочешь. Ну, и нет, и нет. И лапша хороша. Ох, тетушка, мы с вами вроде по-русски говорим да на разных языках. Я вам про что толкую? Про смысл бытия. Для чего живет человек на земле? Скажите. Кажется, так сразу-то. И потом, где он живет? Ежели у нас в Смоленской губернии это одно, ежели в Тамбовской губернии это другое. Это фильм по пьесе Горина фильм Захарова «Формула любви». Вот этот юноша, он живет у своей тетушки, он влюбился. Поднятие руку, кто видел этот фильм? Ну, кто-то видел, кто-то не видел. Он влюбился в статую. Романтика. Такая ирония. Горин очень ироничен. Он влюбился в статую. То есть, это любовь перфекционистов. Живые люди никогда не дотягивают до своих мраморных оригиналов. Как бы перевернутый мир у романтика. Оригинал не живое тело, а мраморное. А живое тело это не дотягивающая копия до мраморного тела. Он влюблен в оригинал. Бабушку это сильно беспокоит. И она даже вызывает доктора по этому поводу. Но сначала с ним ведет профилактические беседы. И он ей вот говорит. А он ее презирает несколько. Ну, она какая-то приземленная. Обедами там занимается. Жизнь какой-то занимается. Тогда, когда эта жизнь постылая какая-то. Потому что здесь вот люди не равны мраморным статуям. И он пишет стихи. Вот там дальше он ей завоевает свои стихи. Что-то там река времени утекает в вечность. Бабушка ему говорит. А, Лешенька, вы же на рыбалку хочешь? И он тут совсем в бешенстве. Бросается в пруд. Простыл. И она пригласила к нему доктора. Там броневой его играет. Доктор его выслушал. и говорит бабушке надо обедать. Это очень важный рецепт для обретения смысла жизни. Нужно обедать. Он говорит, как же, ну вот, Лешенька. Он говорит, ну, Лешенька, что? Это голова. А голова предмет темный. Исследованию не подлежит. Поэтому будем жить просто дальше. То есть там очень мудрый он совет дает. То есть вы что хотите этому Лешеньке рассказать? Как устроено бытьи? Да все, что ему не рассказывай, его не устроит. Ибо река времени утекает вещь. Все, 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 никто никуда не идет, просто обедаем. То есть речь идет о том, что человек поставил своей целью найти такой источник, которого здесь нет. Это называется я абангелица. Есть другая крайность о скотинец. Понимаете, вообще нет другого мира, нет никакого стремления, вот есть только то, что я из себя представляю. Или как гласит поговорка таких суровых прагматиков, человек есть то, что он ест. То есть человек и чуть ниже. Это две формы предательства. абангелица это предать этот мир в пользу какого-то другого, а скотинец это вообще не видеть никакого другого мира, кроме этого. Каков же выход? Ну, как всегда. Как говорит теофраз Бамбас фон Гугенхайм, все есть яд и лекарство, зависит от дозы. Да? Это перелет, а это недолет. Но как же попасть в точку, то есть где найти этот источник смысла порождения? Именно твоей жизни, не жизни вообще, об этом вот абангелс Дуглас уже сказал, 42, если хотите, поехали дальше, смысл твоей жизни, или там твоей семьи, твоей группы. И вот я хочу вам показать знаменитую речь Франкла. Мне кажется, он очень точно намечает эту траекторию движения к источнику смыслу. Много денег. Я подозрался literally, мать много денег. И вы знаете, что это топ категория? Мы скажем, категория? 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 скажете? Категория? Восемь, откуда? Я знаю, что я говорю в марвелос акцент без слайки англий. Now, you know, you know what the top category was, 78% of these American youngsters were concerned, as they expressed it themselves, with finding a meaning and purpose in their lives. So this is realistic, a realistic view on man. And you know, you won't believe it, grey hair, my age, I started taking flying lessons recently. Do you know what my flying instructor told me? If you are starting here, wish to get here, say east, heading for this, and you have a crosswind, you will drift and you will land here. So you have to do what the pilots call crabbing, he told me, C-R-A-B, crabbing. You have to head for north of this airfield, and you have to fly that way, you see, as if you headed in this direction. If you are heading here above this airfield, then you will actually land here. But if you head for here, you are landing here. This holds also for man, I would say. If we take man as he really is, we make him worse. But if we overestimate him, it's premature your applause, you will soon know why. If we, if we seem to be idealists and are overestimating, overrating man, and looking at him that high, here above, you know what happens? We promote him to what he really can be. So we have to be idealists in a way, because then we wind up as the true, the real realists. And you know who has said this? If we take man as he is, we make him worse. But if we take man as he should be, we make him capable of becoming what he can be. This was not my flight instructor, this was not me, this was Goethe. He said this verbally. And now you will understand why I, in one of my writings once said, this is the most apt maxim and motto for any psychotherapeutic activity. So if you don't recognize a young man's will to meaning, man's search for meaning, you make him worse, you make him dull, you make him frustrated, you still add and contribute to his frustration. While if you presuppose in this man, even in this so-called criminal or juvenile delinquent or drug abuse and so forth, there must be a, what we call spark. A spark of search for meaning. Let's recognize this, let's presuppose it, and then you will elicit it from him and you will make him become what he in principle is capable of becoming. Well, this is the formula. Let's go further than what you need. But not too far. Not too far. Not too far. A little further. But it's a difficult task. It's a difficult task. It's a difficult task. И поэтому, прежде чем отвечать на вопрос, в чем смысл моей жизни, то есть комплекс каких-то смыслов, нужно ответить на вопрос, а что мне вообще нужно? А что я желаю? И вот здесь бы я хотел развести. И вот сейчас я чувствую, я вошел в ту же ритмику, что и Франкл, да? Но сейчас я сделаю небольшое отличие. Ну, а он просто... То есть, почему он так говорит? Почему он так возбужден? Вот я сейчас себя поймал на мысли, что я зарядился от него еще. Потому что эту энергию некуда девать. Но откуда она берется? Откуда она появляется? Может быть, это актерская энергия? Вот знаете, как актеры говорят о том, что вот публика, она вот заряжает. Но я не актер. Я отдаю себе в этом отчет. Меня заряжаете не вы. И это я пришелся бы вас зарядить. Что заряжает Франка? Меня я чувствую с ним с родствой. Вообще, какая версия? Откуда эта энергия? Самовыражение? Это процесс самовыражения, да? Но, смотрите, это ведь потребность для каждого самовыражения. Человек родился для того, чтобы выразиться, самовыразиться. Человек – это существо, которое рождено для того, чтобы говорить. Но вы же видите, что люди говорят по-разному. Люди говорят так, что их даже не слышат водитель маршрутки. Вот я работаю со студентами. Знаете, у студентов есть проблемы. Некоторые боятся ездить маршрутки. Почему? Они проезжают свою остановку. Их не слышат. Это в риторике называется посыл. Нет посыла. Вот я сейчас говорю тихо, но я говорю с посылом. А можно говорить себя громко. Понимаете? Вот когда появляется этот посыл, откуда эта энергия? Каков источник? Самовыражение – это то, зачем это нужно. А где его взять? Можешь? Угу. Мне кажется, самоуверенность в себе, уверенность в своей кровати ему придает. Да, да. Как вас зовут? Кристина. Кристина. Я подтверждаю это. Уверенность в своей правоте. Я вот часто так говорю. Я знаю, что мне напишут и под этой лекцией и так далее. Самовлюбленный, самоуверенный болван, допустим. Но вы убеждены, что обладаете очень ценными знаниями и навыками сформированиями. И у человека возникает необходимость делиться этим. В принципе, на этом человечество и стоит. Да, это называется пафос. Вот в риторике это называется пафос. Откуда он берет? Нет, в риторике называется, вот то, что я сейчас демонстрирую, называется пафос. Мне приходится все время с вами спорить о каких-то очевидных вещах. Но я не спорю. Вы слишком сильные, я сдаюсь. Да, когда человек так говорит, значит, он опирается на истину. Но здесь нужно оговориться, это не абсолютная истина. Если переубедят, ты готов отказаться от нее. Но вот тогда, когда ты говоришь, вот как Франкл говорит, что ему сказал инструктор, и это попало на его опыт, на его опыт психотерапевта, он понял, что инструктор выразил это гораздо лучше, чем он это выражал для своих клиентов и так далее. Чтобы вам попасть в ту точку, вы должны метить более дальнюю точку, потому что есть сопротивление среды, и она вас все равно снесет. То есть это как баллистика, нужно рассчитать. Вы понимаете, с этим трудно спорить, потому что это так и есть. Это больше, чем факт, это так оно и есть, как говорится. Может быть, это не так. Но в этот момент, когда вы это говорите, это так. Вот зачем приходят люди. И это не информация. Это вдруг информация, превращенная в знание, да причем в знание такое, которое помогает тебе жить в данном случае. Вдруг генерируется огромное количество энергии. Конечно, это может быть заблуждение на самом деле. И вам оно только кажется истиной. Но давайте подходить цинично. Я сейчас говорю только об источнике энергии. Источник энергии дает только истина. Даже если она ложнопонятая. К сожалению, и ложнопонятая истина тоже дает источник энергии. Но сейчас важно чисто технологически, энергетически только одно. Энергетический канал открывается там, где есть истина для того, кто это переживает или говорит. Понимаете? Но истина не дешевый товар. Культура устроена так, что выбиваются конкуренты. Людям, например, внушается. Не надо пафосу. Не надо. Зачем? Что это ты так? Не надо. Притуши. Начни во всем сомневаться. Спорь совсем. А зачем? Для того, чтобы лишиться энергии, видимо. Понимаете? Например. А зачем? Это властные технологии. То есть, это говорит начальник подчиненным. А что это вы такое? Нет, я только знаю. А вы не знаете. Вы слушайте. А вот, знаете, я вот открыл. А, да, 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 да. Но это не так. Это не так. Он даже не знает, что ему сейчас скажет. Но надо заблокировать это. Иначе это становится конкурентно опасно. Понимаете? Вот. И люди это знают. Но запускаются некие программы, которые работают от обратного. И я работаю с аудиторией. Я могу сказать, какие преобладают программы. Да, но я ни на чем не настаиваю. Каждый думает по-своему. Вот это глупейшая подростковая мысль. Каждый думает по-своему. У каждого свое мнение. Чушь. Сколько у меня пальцев на руке? Что, каждый, может быть, думает по-своему сейчас? Да. Будет какой-нибудь цирк. Кто-то сейчас будет доказывать, что их шесть или четыре. Сколько у меня пальцев на руке? Почему каждый не думает сейчас по-своему? Конечно, можно сказать, потому что это аргумент от фактум, так называемый. В теории аргументации, да. Когда физически буквально можно это подтвердить. Но не только аргумент от фактум так работает. Почему мы понимаем друг друга? Только потому что есть некие общие смыслы. Почему люди энергизируются или теряют энергию? Потому что они не подключены к языку. Потому что они не понимают, о чем идет речь, допустим. Смысл жизни каждый для себя даже не может, а должен определить сам. В соответствии с типом своей личности, со своими ценностями и в меру своей фантазии и интеллект. Вот как бы есть такая новость. Нельзя передать, подарить смысл. Вернее, сделаю поправочку. Можно, если вы находитесь в модусе ученика, знаете, такого как в восточных практиках. То есть готового от гуру, от учителя, прям буквально открыться и принять смыслы, которые вас складывают. Этого нет в европейской культуре. Как бы, я так понимаю, об этом тоже можно было бы говорить, но не здесь. Может быть и слава богу, не здесь и не сейчас. Все-таки нужно говорить о чем-то другом. Фильтры, никто вот так не откроется, фильтры не снимет. Потому что люди напуганы просто-напросто. Люди не верят. Ни информации, ни другим людям, ни источникам они будут перепроверять. Окей. Но не запутайтесь, не погрузитесь в бесконечные проверки. Знаете, люди живут жизнь как будто на черновик. Вот они что-то пишут на черновик. А потом думают, настанет такой момент, когда жизнь будет писаться на беловик. Да нет, не будет такого момента. Жизнь пишется на беловик все время. А люди что-то готовятся, собираются, пишут черновики. Это ошибка. Это ошибка. Так ничего и не будет. Так все время черновик и будет. Длится до середины, до кризиса середины жизни. Когда вдруг до человека доходит. Может даже не ментально, а психологически. Что-то не то. Что-то я делаю не то. Что-то я все готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь. А тут уже в боку кольнуло. И вообще что-то нет перспектив. Да не надо никаких перспектив. Все происходит прямо в этой точке. Но необходимо все-таки затратиться. Направить имеющуюся у тебя энергию на ответ на вопрос, чего ты хочешь и чего ты в этой связи, на что ты можешь надеяться. Вернее не хочешь. Здесь нужно развести два понятия. Хочу и желаю. Это две большие разницы. Это антонимы. Хочу в туалет. Хочу спать. Хочу, хочу. Это поверхностный свой мотивации. Это не имеет отношения к смыслу вот той жизни номер два. Это имеет отношение к смыслу жизни номер один. К жизни тела и психики. Вы знаете, что в традиции вообще психосоматика это называется. То есть психика и тело это одна структура. Но есть еще одна. Не тело и не психика. Ну, когда-то это называли духом. Сейчас можно это назвать, я не знаю, интеллектуальными процессами. Это не психика. Это еще что-то. Вот то, где вдруг наконец разводится. Хотя и не желание, если это сейчас происходит. Та часть человеческого существа, которая способна ухватывать так называемые легибельные объекты. То есть которые ухватываются только интеллектом. И вот там можно получить этот ответ. Чего же ты желаешь? Сразу скажу. Устроено так, что это скрыт. Желание скрывается от человека. И может так случиться, что человек долго не задавал вопрос, что он желает. Потом он узнал, что он желает. А жизнь уже построена так, что она вообще противоречит тому, что он желает. И либо эту всю конструкцию сносить надо. Что непонятно, как сделать. Потому что как бы там карьера, социальные связи. Но это не то, чего ты желаешь. Это то, чего ты хотел. Я хотел денег. Вот тот, кто хочет денег, только деньги и получит. Понимаете, о чем это? Как часто говорят мои клиенты, с которыми делаешь интервью философские. Типичный начало разговора. Человек приходит, говорит, вот, хочу провести интервью. А в интервью как раз раскапывается вот это желание. Я говорю, ну хорошо, скажите о своей проблеме. Вы знаете, особенно это в Москве бывает. Вы знаете, деньги я заработал. Деньги у меня есть. Я говорю, не надо, давайте вам дальше скажу сам. А счастья нет? Как вы угадали? Нетрудно. Вот это начало, деньги у меня есть, а счастья нет. Это типичная сцепка. Человека умного, который хотя бы провел идентификацию. Я открыл для себя о том, что деньги это средства не для всех целей. И более того, пока ты делал деньги, ты подменил цель, желание на вот то, чтобы их заработать. Потом ты вдруг открыл или закрыл свою цель, желание. Но ты чувствуешь, что это не то. Как это чувствуется? Уходит энергия просто-напросто. Уходит энергия. Ну вот день сурка про это. Бойцовский клуб про это, да? Помните, как бойцовский клуб начинается? Очень точно. Человек просыпается в интерьере из Икеи. Знаете, что такое Икея для западной культурологии? Это символ тоталитаризма. Икея – это символ пошлости. Ну, может быть, это неожиданно для развивающихся рынков. Икея – это стандарт. Человек просыпается, окруженный сплошными стандартами. И вдруг… Да, он начинает там ходить по разным клубам, если кто помнит, да? И вдруг он встречает, вот его играет этот… Брэд Питт. Брэд Питт. Брэд Питт. Человека, который варит мыло из человеческого жира. То есть, где он берет этот жир? Жирные люди, жирным людям отрезают жир, бросают мусорку. Он их берет, варит мыло и продает этим люди. Страшный цикл. Ну, практически о том же, о чем День Суркан на другом материале. Страшный цикл. Мойте свои жирные тела, они вас не устают. Жрите, обрезайте жир и снова вот так вот по кругу. Это называется смысл жизни – работа на унитаз. Понимаете эту идею? Поел – сходил, поел – сходил, поел – сходил. Смысл жизни – работа на унитаз. Потому что это в плоскости хотений. Хочу, хочу, хочу. Это инфантильная плоскость. Вот согласно постмодернистским философам, в частности Жану Бодрияру, человек рождается как поток желаний, как поток хотений. То есть, вот знаете, мамы, папы, бабушки, дедушки гадают. Ой, вот наш ребенок, какое первое слово он сказал? Что-то он там порвал, бубукал. Мама, папа, да не мама, не папа, не баба и не деда. Какое первое слово? Конечно, хочу. Человек рождается как существо по имени «хочу». Это «хочуха» такая. Хочу. В принципе, так можно всю жизнь провести. Хочу, хочу, хочу. Но там есть второй слой, который он открывает рано или поздно, но вот в таком возрасте, в подростковом. Вот, например, очень важный вот этот подростковый возраст. Это очень психологически некомфортный возраст, когда вдруг человек открывает себе еще какую-то структуру, начинает туда как в колодец сматриваться, а там все тонет. И там непонятно что. Но туда затягивает. И вот человек начинает искать, что же он такой. В это время мальчики начинают активно интересоваться философией, историей, всякими общественными науками. Девушки начинают выстраивать проект своей внешности, например. Как бы более прагматично, социально настроены. В принципе, это правильный ход. Но часто недорабатывают. Там их перехватывают эксплуатационные машины, говорят, давай, тебе надо учиться. И настолько нагружают, что исчезает вопрос, а зачем мне вот учиться? Вот зачем учиться? Я вот на лекции, у меня где-то около ста человек, задал вопрос студентам. И они дали ответы. Каково твое место в мире? Задал я вопрос. Знаете, какой ответ превалировал? Мое место ничтожно. У меня нет места в мире. Ну, это вот 18-19 лет. Это достаточно часто встречающиеся ответы. Но это явно симптом неблагополучия какого-то. Да? Что такое место в мире? Ну, это и есть вот то пространство, в котором ты себя более или менее хорошо чувствуешь. А что значит хорошо себя чувствуешь? Ну, получаешь какую-то энергию. Не отдаешь ее, а получаешь. А где, в каком пространстве? Там, где есть истины. Но есть машины по выработке истины. Но они же дезавуированы. Когда-то истину вырабатывала религия. Эта машина почти полностью снесена для современного человека. Потом есть такая машина, как философия. Тоже, в общем-то, сильно закрыта, как бы тканью наброшена. Да? И вот зашло, особенно в нашу страну, зашла такая идея, как какая-то псевдопрагматика. Успешный человек. Мне кажется, это какая-то ловушка была, вот этот концепт. Успешный человек. Куда успеть он хочет, этот успешный человек? Количественно, видимо. Что-то он там нарастить хотел. Каких-то акров земли, этажей вверх-вниз. Я как-то шел по улице, был дождик небольшой, лужи. И у меня сердце сжалось. Я увидел, что выбросили книгу из окна дома, и она упала прямо в лужу. Я библиофил, я люблю книги. У меня сердце так сжалось. Я подошел, прочитал название, и отлегло. Основы маркетинга. Я думаю, а может быть, это и правильно. Да вели уже человека. Все это чушь про целевые аудитории какие-то. Все эти бесконечные абстрагирования, абстрагирования, абстрагирования. И как пишет Милорат Павич, все учили настолько работать, и никто не учил меня жить. И вот я не умею. Ну сколько я еще буду учить? И вот я не умею. И человек чувствует, он не приближается. Он отдаляется от чего-то. Он к каким-то псевдоистинам приближается. Как ему заработать какие-то средства. А зачем? Зачем? Может быть, у тебя уже все есть. И вот человек, например, вглядывается в себя и думает, да у меня уже все есть. Я не знаю, что я хочу, но я не хочу читать эту книгу. И он выбрасывает ее в окно. Почему бы нет? Это некоторая провокация, конечно, такая. Ну и еще один подход социологический. Вот есть такой серьезный. Он недавно умер. Социолог Зигмунд или Жигмунд, если он поляк. Вернее, он польский еврей. Зигмунд Бауман или Жигмунд Бауман. У него есть статья. Паломник и турист. Это о жизненных стратегиях. То есть смысл жизни – это комплекс смыслов. Комплекс смыслов делается комплексом тогда, когда вот эти различные мотиваторы в какую-то сетку связаны логическую. Это называется жизненная стратегия. Чем хороший этот концепт жизненной стратегии? Ну, это ответ на вопрос, кто я такой в смысле своего движения по жизни. Не в смысле своих социальных статусов. Там сын, дочь, студент, менеджер. А кто я такой в смысле своего движения по жизни? Вот он, например, рассматривает две стратегии. Следующий, пожалуйста, слайд. Фланер он называет. Ну, это так вот выглядит примерно. Что такое фланер? Это человек воздуха. То есть человек, который принципиально не закрепляется ни за какой целью. который готов к повышенной мобильности, смене контекстов, ну, такой игре. И цель фланера – фланировать. Понятно, что такое фланировать? Ну, изначально это прогуливаться по дорожке, да? При этом это достаточно распространенная стратегия второй половины двадцатого века. Вот есть даже такие форматы магазинов. Они называются МОУ. Знаете, МОУ? От какого слова? Понятно, что такое формат МОУ? Ну, это вот всякие торговые, не гипермаркеты уже, а МОУы. Да, за городом там и так далее. А от какого? Вот это от слова прогулочная дорожка. Ну, вот у нас там рядом с университетом МОУ есть. Я туда иногда хожу, и у нас же общежитие рядом стоит. Я вижу, как студенты проводят там по полдня. Денег у них нет. А что же они там делают? Прогуливаются, фланируют. Там безопасно, там тепло, там красиво, там можно посидеть, походить. Ну, это вот как бы тренировка фланирования. Фланирование – это комфортно. Баума называет это «люди воздуха». Он говорит о том, что это порождает целые экономические реалии. Например, что такое инвестор, говорит Бауман. Инвестор – это тот, кто высасывает с этой земли все и улетает. Оставляя здесь завалы мусора, разгребать последствия своих этих инвестиций. Он как бы высосал отсюда и улетел. Понятно, что это несколько другой подход, нежели тот, который в других учебниках навязывается. Что такое инвестор? Инвестор тут как приходит и все как начинает расти. Да, говорит Бауман, начинает расти, но как только он вытаскивает инвестиции, это вот детройты такие. То есть, как бы оставленные пространства. Потому что инвестор приносит с собой не то, не просто деньги, он приносит с собой технологии. И люди не являются творцами этих технологий, они являются исполнителями. И когда он уходит, он выдергивает из них и целеполагание, и все. И эти люди как куклы сдуваются вместе с этими пространствами. Ну, он там приводит эти примеры. Уходят. Это люди воздуха, говорят. Они принципиально как бы не размещаются здесь. Это очень важно. Они не связаны с этой местной властью и так далее. Они прилетают сюда или даже сами физически не являются. Они сюда запускают как бы такие щупальца. И что-то делают. А потом, если вдруг норма прибыли падает, они отсюда уходят. Это, конечно, не очень оптимистическая картина мира. Но в данном случае он как социолог говорит. Но на индивидуальном уровне это фуанирование. Фуанирование. Вы когда-нибудь думали или нет, с чем связана такая страсть фотографироваться, например? Люди фотографировали. Ну, что нужно вообще? Ладно, раньше там приходили, альбомы какие-то показывали, да? Сейчас вот это какая-то страсть, почти истерика фотографироваться. Зачем это? Почему это? Ну, вот одна из гипотез, моя гипотеза. Человек не уверен, что он существует. Ну, это, знаете, это заменитель, как здесь был Вася. Вот почему люди карабкались на какие-то скалы, чтобы написать здесь был Вася. Причем на каких-то вечных объектах это лучше делать, да? Вот я и собор Гауди сзади меня. Вот люди фотографируются на фоне памятников. Вот это зачем? Причем загораживая часто памятники. Что мы, памятники, будем вас смотреть? Вот зачем это? Понятно, что как бы не задумываются, есть такая тенденция. Но если задаться вопросом, что в этом есть смысл, а в этом есть смысл. Я думаю, свое исчезающее существо на фоне чего-то более или менее прочного. Природы, памятника. А ты исчезаешь, исчезаешь, исчезаешь. Ты волна. Ты сливаешься. Почему люди думают, что они исчезают? Ну, потому что они смотрят внутрь, а там ничего нет. Там то, что в них вложили другие субъекты, их цели и так далее. А есть только тело. А тело, у меня есть для вас плохие новости, пока вы здесь сидите, сила тяготения делает так, что образуется несколько микроморщин за это время. То есть тело все время энтропирует. И люди это знают вообще-то. И бьют по этому поводу тревогу. Тревожно утром, видимо, всматриваясь в зеркало и пытаясь там что-то... Пытаясь остановить эту энтропию. Кроме, конечно, счастливых алкоголиков, которые, видимо, этим не занимаются. Да, следующий слайд. И паломник это называет Бауман. Флонера он иногда называет турист. И вторая стратегия паломник. Паломник это тот, кто идет не для того, чтобы себя сфотографировать, а он идет к какому-то источнику. Причем не сам путь важен, не само фланирование, да, а покупка. Например, я не знаю, какая-нибудь женщина, идущая за курицей в этот мол для того, чтобы сварить ее вечером, вернее, сварить ее на ужин. И вот она идет и представляет, как там этот ужин. А паломник? Ну, это как бы на таком смысле. Она не флонер. Вот ее, допустим, сын там фланирует или дочь, а она идет туда за курицей. У нее единичная точка, в которой она что-то берет и возвращается домой. То есть паломник это тот, у кого есть дом. Но и есть нечто важнее дома или на уровне дома. Тот, куда нужно прийти за каким-то ресурсом и унести его обратно домой. Это две разных жизненных стратегии. Отсюда, если вы представляете себе стратегию, может быть, не это, это западные стратегии, западного человека, которые во многом сюда, конечно, проникли, но возможны другие варианты. Если вы представляете себе, какова ваша стратегия, тогда внутри вы нарезаете эту смысловую структуру. Отвечаете на вопрос, а зачем, какой смысл мне делать вот сейчас это и это. Какой смысл мне завтра просыпаться? Какой смысл мне завтра просыпаться? Вот я сегодня проснулся и подумал, какой смысл, что я сегодня проснулся? Вот эта лекция. Понимаете, и вы к этой точке идете. Получаете, это уже не так важно. Но у вас размечена точка. Конечно, снижается удовольствие от процесса, от самого пути. Но следующая точка, еще и процесс осмыслить, наполнить его каким-то смыслом. Ну вот, здесь я ставлю точку. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и все-таки там, может быть, запись здесь обрежут, я не знаю. Ваши вопросы, соображения у нас есть. Пять минут, да? Да. Ну, это одна минута рекламы. Вот. В связи с тем, что мы не умираем сегодня и живем дальше. Сегодняшнее мероприятие вместе с интеллектуальными средами делается. Это наш проект в Волгограде, Москве, Петербурге и вот теперь в Ростове. Вот наши контакты. Можете посмотреть. Ну, вот вы где-то видели мои лекции, да? Можете там их посмотреть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ